Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Популярная манга об индустрии развлечений Звездное Дитя, авторство Акасы Акасаки и Мэнго Йоко Джари, получит адаптации в виде фильма и дорамы. Сюжет манги Звездное Дитя вращается вокруг парня по имени Хошино Аквамарин, который пытается раскрыть правду об убийстве своей матери, популярной певицы Хошино Аи. Для этого ему придется погрузиться в темный мир индустрии развлечений. Роли Хошино Аквамарина и Хошино Аи сыграют Кайто Сакурай и Асука Сайто. Дорами появятся Нагиса Сайто, Нанока Хара, Мидзуки Каешима и Ано. Примеры даром Звездное Дитя состоятся зимой этого года на Amazon Prime Video. Esquire опубликовали фотографии актрисы Шун Хе Сон. Концепт их фотосессий запечатлела очарование Шун Хе Сона, также ее способность быть одновременно милой, женственной, крутой и серьезной. На опубликованных снимках актриса представила в различных нарядах, включая повседневное пальто с джинсами и черное мини-платье, демонстрируя особое настроение каждого образа. Атмосфера на протяжении всей съемки оставалась оживленной, наполненная смехом и восхищенными реакциями Стаффа благодаря остроумию и потрясающей концентрации Шун Хе Сон. Фильм «Ночная жара» подтвердил актерский состав. У До Хван, Чан Дон Гон, Хэ Ри, Пак Сон Хун, Ким Мин Сок и Ким Мин сыграют в картине. «Ночная жара» расскажет о напряженных 24 часах нескольких персонажей, которые прикладывают все возможные усилия для выживания в Бангкоке, городе, который не остывает даже в самые темные часы ночи. У До Хван сыграет Тегана, бывшего профессионального боксера, который теперь работает коллектором на самую большую организацию по торговле наркотиками в Таиланде. Чан Дон Гон выступит в роли Пэг До Джуна, агента Интерпола, направленного на миссию в Таиланд. Ему предстоит избавиться от организации по торговле наркотиками в Бангкоке. Хэ Ри сыграет Ари, бывшую участницу женской группы, которая стала танцовщицей и, подобно Тегану, пытается выжить в Таиланде. Пак Сон Хун перевоплотится в наркоторговца Ман Су. Ким Мин выступит в роли Гаван Су, брата-близнеца и бизнес-партнера Ман Су. Ким Мин Сок сыграет Джан Гу, наркобарона в Бангкоке. Шоу Crime Skin Returns поделилась индивидуальными постерами участников. Программа вернется на экраны с новым сезоном после 7-летнего Хиатуса, любимого шоу Crime Skin, которое стало первой корейской развлекательной передачей в жанре РПГ, где гости примеряли различные роли для разгадки преступления. Участниками шоу станут оригинальные члены каста Чан Джин, Пак Джи Юн и Чан Дон Мин, а также новые гости Кейс Шайни, Джо Хён Йон и Ан Ю Джин Изаев. Постеры демонстрируют каст с табличками с личными данными. Фотографии новых участников шоу представлены в стиле снимков под арестом, намекая на их роли потенциальных подозреваемых. Премьера шоу Crime Skin Returns состоится 9 февраля. Литте Хван может присоединиться к актерскому составу дорамы DNA Lover. Эта романтическая комедия расскажет историю Хан Су Джин, исследователя в области генетики. Женщине не везет любви, и она пытается найти своего суженного по генам. В январе этого года студия High Ground подтвердила, что Чон Эн Сон и Чве Ши Вон сыграют главную роль в сериале. Чон Эн Сон сыграет Хан Су Джин, а Чве Ши Вон перевоплотится в Шим Йон У, привлекательного гинеколога, который быстро рвет отношения с женщинами, ведь не верит в брак и судьбу. Литте Хвану предложили роль Со Кан Хуна, пожарного, попавшего в любовный треугольник с Хан Су Джин и Шим Йон У. Если Литте Хван примет предложение, роль в сериале «Диэнэй Лавр» станет его первым проектом после «Армии». Актер завершил службу 26 декабря 2023 года. Приготовьтесь к выходу долгожданного фильма-адаптации «Всеведущий читатель». 24 января фильм «Всеведущий читатель» подтвердил звездный актерский состав, в который вошли Ли Мин Хо, Ан Хе Соб, Че Су Бин, Шин Сын Хо, Нана, Пак Хо Сан, Чве Йон Джун и Джи Су из «Блэк Пинк». Создатели заявили, что съемки начались в декабре прошлого года. Вместе с подтверждением актерского состава, картина выпустила закадровые фотокасты, погруженного в чтение сценария. Фильм «Всеведущий читатель» основан на одноименном романе 2018 года и расскажет историю мужчины по имени Ким Док Джа. Мир вокруг него внезапно превращается в сюжет романа, который он читал, с главным героем по имени Ю Джун Хёк, режиссер проекта Ким Бен У. Ли Мин Хо сыграет Ю Джун Хёк как главного героя романа, который читал Ким Док Джа. Ю Джун Хёк обладает привлекательной внешностью и отличными навыками боя, что позволяет ему выживать до самого конца в разрушенном мире. Ан Хёсок дебютирует на большом экране в роли Ким Док Джа, единственного человека, который знает, чем закончится роман «Три способа выжить в разрушенном мире». Ким Док Джа – простой описный работник, неожиданно для себя он погружается в мир Ю Джун Хёка. Че Су Бин сыграет Ю Сана, коллегу Ким Док Джа, которая присоединяется к нему в приключениях в разрушенном мире. Она дарит силы главному герою и приспосабливается к ежедневным битвам ради спасения. Шин Цин Хо и Нана сыграют персонажей романа, который читает Ким Док Джа. Шин Цин Хо выступает в роли бывшего солдата Ли Хён Сона, а Нана перевоплотится в Чон Хи Вон, богиню справедливости, наделенную невероятной силой. Пак Хо Сан сыграет Гон Пиль Ду, контролирующего жизни людей с помощью своего богатства. Чве Йон Джун сыграет Хан Мю Но, старшего коллегу и Ким Док Джа. Джи Су выступает в роли Ли Джи Хе, пережившую множество кризисов вместе с Ю Джун Хёком. Популярное романтическое шоу Netflix «Сингл Инферно» вернется с четвертым сезоном. Программа, в которой одинокие мужчины и женщины пытаются найти пару на отдаленном острове, покорила сердца зрителей с самого дебюта в 2021 году. Netflix объявили о съемках четвертого сезона шоу, что делает «Сингл с Инферно» первой корейской развлекательной программой на платформе, которая добилась такого результата. Первый сезон стал первым корейским шоу, попавшим в категорию «Топ-10 ТВ-шоу» не на английском языке, сразу же после релиза. Второй сезон программы оставался в этой категории на протяжении четырех недель и набрал общее число просмотров 65 миллионов, обогнав первый сезон. Третий сезон оставался на вершине списка пять недель подряд, а также попал в категорию «Топ-10» в 31 стране. Третий сезон также стал самым популярным среди недорам на платформе «Фандекс», которая принадлежит Good Data Corporation – исследовательскому агентству, специализирующемуся на конкурентоспособности корейского контента. Участники каста Лик Ван Хи, Чве Хи Сон и Ким Гюри также появились в рейтинге, продемонстрировав невероятный интерес среди публики. Продюсер Ким Джи Вон, который создал предыдущие сезоны, пообещал сделать четвертый сезон шоу еще более захватывающим. Новая дорама КБС-ТУТИ «Взять себя за шиворот» поделилась первыми кадрами с Йону Джином. Новый триллер «Взять себя за шиворот» основан на популярном веб-романе и расскажет историю репортера и детектива, которые объединят усилия для раскрытия серии убийств. Йону Джин сыграет Ким Тэ Хона, упрямого детектива из отдела по расследованию насильственных преступлений. Ким Тэ Хон, в прошлом страстно влюбленный в Сочи Он Вон, объединяет усилия с бывшей возлюбленной для расследования загадочных преступлений. На кадрах Ким Тэ Хон излучает ауру решительного детектива Аса, пытающегося решить трудную проблему. Продюсерская команда прокомментировала. Йону Джин идеально отобразил сложные эмоции и поступки Ким Тэ Хона. Пожалуйста, с нетерпением ожидайте того, что произойдет с Ким Тэ Хоном и как события драмы повлияют на него. Также поделились первыми кадрами с Чан Сэн Джо. Чан Сэн Джо сыграет мужа главной героини Чон Вон по имени Солю Дже, чем более во втором поколении и писателя. У Дже кажется идеальным снаружи, но скрывает темную сторону. Он всегда думал, что проживет стабильную жизнь со своей женой, но начал чувствовать трещины в отношениях из-за череды событий. Премьера драмы «Взять себе за шиворот» состоится в марте. Шин Ха Гюн, Ли Чон Ха, Джин Гу и Чу А Рам вместе сыграют в новой драме. 24 января ТВ нагласили актерский состав новой драмы «Аудит». «Аудит» расскажет историю хладнокровного лидера команды по «Аудиту» и нового работника в офисе J.U. Construction, в месте, где процветает коррупция. Шин Ха Гюн сыграет Шин Ча Иль, главу офиса «Аудита» в J.U. Construction. Шин Ча Иль не верит в людей, быстро судит, отличается решимостью и навыком ведения переговоров. Он не подается эмоциям, беспощаден к растратчикам и его не интересуют кровные региональные связи. Ли Чон Ха сыграет Гу Хан Су, нового работника в офисе Шин Ча Иль. Гу Хан Су заступил на работу в команду «Аудита», чтобы потом перевестись в отделение J.U. Construction во Флориде, но из-за Шин Ча Иль и его американская мечта под угрозой. Гу Хан Су добрый, заботливый человек, личность которого едва не стоила ему работы. Джин Гу сыграет вице-президента Хван Де Уна. Хван Де Ун – младший из трех сыновей основателя J.U. Construction, чья харизма привлекает всех на его сторону. Он намерен обойти своих братьев и стать президентом, но попадает в тупик, когда главой команды «Аудита» становится Шин Ча Иль. Чу Арам сыграет Юн Су Джин, эгоистичную девушку, которая нацелена на собственный успех. Она – полная противоположность коллеге Гу Хан Су. Юн Су Джин и Хван Де Ун знакомы с детства, но избегают друг друга в компании. Премьера драмы «Аудит» запланирована на этот год. 20 января состоялась премьера кинофильма «Путешествие цветка». Это полнометражная версия одноименной драмы 2015 года. Главные роли исполнили Чэнь Ду Линь и Ли Чан Бин. Чтобы изменить свою зловещую судьбу, Хуан Циан Гу сталкивается со многими препятствиями, однажды ее спасает Пай Ци Хуа. Она становится его ученицей и тайно влюбляется в него. В конечном итоге она вынуждена пробудить свою демоническую силу и вступает в смертельное противостояние с судьбой. Еще до премьеры фильма многие выражали сомнения по поводу успеха полнометражной версии, другим же не нравился выбор актеров на главной роли. За 4 дня проката совокупные кассовые сборы фильма на данный момент составляют всего 4,9 миллиона юаней, что является низким показателем. Режиссер фильма Джан Чао Ли опубликовал видео, в котором заявил, что из-за неудовлетворительных кассовых сборов чувствует сожаление и вину перед командой и продюсером. Ему жаль, что их усилия и упорная работа не были вознаграждены по достоинству. Продюсер проекта Тан Ли Цзюнь, которая ранее выпустила хитовую дорамоверсию с участием Чао Ли Ин и Уолли Сам Хо и работала над киноверсией, также сделала заявление. Она сказала, что несмотря на то, что кассовые сборы далеки от ожидаемых, вся команда усердно работала. Тан Ли Цзюнь поблагодарила всех, кто проявил внимание к фильму, будь то критика или одобрение. Как оригинальный продюсер дорамы и фильма, она признала, что у киноверсии действительно есть недостатки, но вся команда испытывает трепет и любовь к искусству и делает все возможное, чтобы творить и создавать. Анализируя причины, по которым фильм не так популярен, как дорама, пользователи сети пришли к выводу, что история по своей сути вторична, а повороты сюжета уже известны. Немногие спешат покупать билеты на фильм, зная его содержание наперед. Ча Чун Хва скоро станет мамой. Ча Чун Хва ожидает появления на свет своего первенца в первой половине этого года. В октябре прошлого Ча Чун Хва вышла замуж. Муж актрисы не является знаменитостью и младше ее на два года. Ча Чун Хва выразила благодарность за большую поддержку и любовь, которую она получает, и открыто поделилась своим счастьем по поводу своего брака и привязанности к своему мужу. Ча Чун Хва дебюдировала как актриса в 2005 году в театральной постановке «Бэк Стрит Стори». За эти годы она оказала значительное влияние на индустрию развлечений, продемонстрировав свой талант в таких драмах, как «Аварийная посадка любви», «Королева Чурин» и «Приморская деревня Ча Ча Ча». Благодаря разносторонним актерским способностям, актриса часто обращала внимание зрителей на себя и смогла завоевать особое место у них в сердцах. Джо Чжи Хун может сыграть в новой романтической драме. Романтическая драма «Любовь на однобревенчатом мосту» расскажет историю мужчины и женщины, которые были влюблены друг в друга в школьные годы, но вынуждены были расстаться из-за вражды семей. Они воссоединяются спустя 15 лет. Сценарист проекта – имя Джин, а режиссер – Пак Джун Хва. Джо Чжи Хуну предложили роль Сок Чжи Вон, исполнительного директора. Сок Чжи Вон влюбился в одноклассницу Юн Чжи Вон, но из-за ужасного недопонимания паре пришлось расстаться. Если Джо Чжи Хун примет предложение, драма станет его первым романтическим проектом за 18 лет. Дилан Ван принял участие в съемках для февральского выпуска журнала Harper's Bazaar. Фотосессия посвящена Новому году по лунному календарю. Актер демонстрирует огненную ауру и взрывной стиль в нарядах из новой коллекции Луи Виттон. Дилан также сделал репост снимков на своей странице на вейпо и оставил комментарий к посту. Яркая новогодняя ночь набирает обороты. Он также рассказал журналисту, что вкус детства до сих пор очень ярок. Блюда домашнего приготовления, шашлычки на шпажках, утка со сладкой кожурой, мозги с тофу и с оленями – это традиционное блюдо в родном городе Дилана Лышане, провинция Сычуань. Это то, почему Дилан скучал, когда у него несколько лет подряд не было возможности поехать домой на Новый год. Полиция сообщила, что провела в офисе диспатч обыска и изъятие с целью подтвердить утечку следственной информации, связанной с покойным актером Ли Сонгюном. 23 января Южное полицейское управление Кенги сообщило, что отдел по борьбе с коррупцией и расследованию экономических преступлений Южного полицейского управления Кенги, который занимается расследованием факта утечки информации по делу, выдал ордер на обыск подразделения по расследованию наркотиков полицейского управления города Инчон, СМИ и других лиц. Отдел по борьбе с коррупцией и расследованию экономических преступлений Южного полицейского управления Кенги получил материалы, связанные с расследованием, включая те, что принадлежали офису отдела проследования преступлений, связанных с наркотиками полицейского управления Инчона, а также личное электронное устройство его сотрудников. В ответ на это во второй половине дня, 23 января, диспатч опубликовали статью под названием «Уведомление. Надеемся, что все не закончится на обыске и изъятии в офисе диспатч». В статье говорилось, «Отдел антикоррупционных расследований Южного полицейского управления Кенги провел обыск и изъятие в офисе диспатч». С целью найти источник утечки отчета, случившимся у журналистов были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки. Диспатч объяснили, «Южная полиция Кенги провела обыск и изъятие в свете со статьей о трубочке, статьей, в которой содержится часть показаний Лисунгюна, а также статьями, которые вышли на следующий день после смерти актеров. В этих статьях диспатч указали на недостатки полицейского расследования и освещение случая в СМИ. В процессе был также опубликован отчет об инциденте, составленный полицией 18 октября. Диспатч раскритиковали отчет о ходе расследования случаев употребления наркотиков артистами и работниками развлекательных заведений, заявив, они написали небрежный и промежуточный отчет, основанный только на словах информаторов Шуны Пак, не подтвердив информацию». Диспатч продолжили, Лисунгюн скончался, суть проблемы заключается в утечке информации и интерпретации СМИ. Крайне важно изучить не относящиеся к делу голосовые записи, отредактированные заявления относительно обстоятельств и выявить ответственных за составление этих сообщений. Диспатч также обратили внимание на различные преувеличенные сообщения, которые сделали другие СМИ. По типу, Лисунгюн принимал наркотики 5 раз, сообщение от КБС. Лисунгюн утверждает, что он использовал трубочку при употреблении наркотиков и думал, что это снотворное, JTBS. Диспатч изложили свою позицию. «После смерти Лисунгюна мы опубликовали внутренний полицейский отчет. Этот документ раскрывает недостатки работы полиции. Мы надеемся, что обыски и изъятия в офисе не станут способом скрыть недостатки работы полиции». Диспатч подчеркнули. Кто слил информацию Кенгиньюс 19 октября? Кто предоставил запись КБС 24 ноября? Кто представил частичное заявление JTBC 26 декабря? Мы надеемся, что справедливое расследование раскроет правду. По сообщениям СМИ, дорама «Королева живет в Сеуле» с Хан Ясселью главной роли не будет запущена в производство. 25 января Оусен сообщили, что производство новой дорамы практически провалилось. Сериал «Королева живет в Сеуле» не смог получить необходимых инвестиций. Канал, который мог транслировать дораму, также не был утвержден. По сообщениям журналистов, сценарий был готов для производства четырех эпизодов. Сюжет «Королева живет в Сеуле» вращался вокруг работы и личной жизни репортера модного издания «Нам Дала», роль которой должна была сыграть Хан Яссель. На роль генерального директора журнала «Лиса Джина» рассматривался актер Лихенук. Видео, полученное в результате утечки и предоставленное Институтом развития Севера и Юга, научно-исследовательской организацией, работающей с беженцами Северной Кореи, зафиксировало момент приговора двум подросткам к 12 годам тяжелых трудовых работ за просмотр южнокорейских дорам. Считается, что видео было снято в 2022 году на амфитеатре в Хиньянском юношеском парке. На кадрах видно, как полицейские надевают наручники на двух 16-летних пацанов, в то время как сотни студентов наблюдают за этим со своих мест. «Колос за кадром» говорит, «Ли и Мун, которые смотрели и распространяли фильмы, теледорамы и 20 музыкальных клипов, произведенных в марионеточном государстве на юге, каждый приговорен к 12 годам воспитательных трудовых работ». Далее «Голос» продолжает, «Гнилая и деградирующая культура распространилась даже среди школьников, превратив новое поколение в жертвы реакционной культуры. Им всего по 16 лет, они на пороге своей жизни, но были соблазнены чужой культурой и, не проявив разборчивости, в конечном итоге разрушили свое будущее». Сообщается, что семьи обоих мальчиков были изгнаны из Пиньяна. В последнее время Северная Корея предпринимает попытки ужесточить наказание за правонарушения, связанные с южнокорейским контентом. В 2020 году правительство Северной Кореи принес закон против реакционной мысли, предусматривающий наказание до 15 лет тюрьмы за просмотр контента из Южной Кореи. Предстоящий фильм «Раскопанная могила» выпустил кадры с Ли До Хёном. «Раскопанная могила» – это оккультно-мистический фильм, рассказывающий о странных событиях, которые происходят с мастером Фэн-шуй, краповщиком и двумя шаманами, когда они перемещают таинственные могилы в обмен на крупноденежное вознаграждение. В новом фильме он сыграет бывшего игрока в вейсбол, который ушел из спорта, чтобы стать шаманом. Начинающий шаман Бон Гейль работает с Хворим. Она защищает его от болезней, которые поражают людей перед тем, как они становятся шаманами. Недавно выпущенные кадры запечатлели смелую трансформацию Ли До Хёна, продемонстрировав его татуировки. Позже выпустили новые кадры, подчеркивая потрясающую химию между персонажами. Недавно выпущенные кадры дают представление о динамичной командной работе неожиданного квартета, состоящего из мастера Фэн-шуй, гробовщика и двух шаманов. По сообщению инсайдера от 25 января, в этом году на КБС-ту начнется трансляция романтической дорамы Дорогой Эм, съемки которой были завершены три года назад. Инсайдер предположил, что дорама будет транслироваться по понедельникам и вторникам по окончании любовной песни и иллюзий. В ответ на эти сообщения представитель канала сказал, что да, они действительно ведут обсуждения относительно трансляции дорамы, однако не подтвердил и не опровергнул слухи о том, что КБС-ту начнет трансляцию сразу после завершения любовной песни иллюзий. Дорама Дорогой Эм, Спак Хе Су, Джи Хёна Мэзит Сити, Но Чон И и Пэ Хён Суона в главных ролях расскажут истории об анонимном признании в любви, которое переворачивает жизнь в университетском кампусе. В июне 2022 года дорама появилась на японской стриминговой платформе ЮНЕКСТ. Посмотреть ее также можно на глобальной стриминговой платформе ВИВИ. Найну покинул Кьюб Энтертеймент спустя 12 лет. Найну присоединился к Кьюб в 2012 году и дебютировал в мюзикле «Овощной магазин холостяка» в 2013 году. В настоящее время актер снимается в Дораме Ти Вен, выходя замуж за моего супруга, который выходит по понедельникам и вторникам. Триллер «Чудесный мир» поделился первым тизером. Дорама «Чудесный мир» расскажет историю Эн Су Хён, женщины, которая ищет отмщения после трагической смерти сына. Подозреваемый в убийстве избежал наказания, и она решила вершить справедливость самостоятельно. Режиссер Дорамы Ли Сэн Йон. Ча Эн У сыграет Квон Сон Юля, молодого человека из богатой семьи, который решил бросить учебу в медицинском университете. Жизнь Сон Юля нельзя назвать легкой, но однажды он встречает Эн Су Хён. Новый тизер начинается со слов Эн Су Хён. Женщина говорит «Все началось с дела того дня». В следующей сцене главная героиня плачет от боли и спрашивает «Тебе не кажется, что я ужасна?» Квон Сон Юль говорит «Разве похоже, что я хорошо живу?» «Знаешь ли ты, в какие моменты люди испытывают самую сильную боль?» Премьера драмы «Чудесный мир» состоится 1 марта в 20.50 по корейскому времени. Опубликован первый кадр из дебютного фильма «Джи Хён из Инсити. Ты умрешь через 6 часов». «Ты умрешь через 6 часов» – это детективный трейлер, основанный на японском романе «Тадзуаки Таакано», в котором рассказывается история персонажей, пострадавших за человека, который может предсказывать смерть. Джи Хён дебютирует на большом экране, сыграв главного героя Джу Ну, человека, который обладает способностью предсказывать смерть. Пак Джу Хён сыграет роль Чон Юн, которой предсказали, что она скоро умрет. В дополнение к первому кадру с персонажами Джу Хён и Пак Джу Хён, 25 января было также объявлено, что производство фильма завершено и в преддверии отечественного проката его презентуют за рубежом, начиная с выставки European Film Market, которая является частью Берлинского международного кинофестиваля. На недавно опубликованном кадре изображен захватывающий момент, когда Джу Ну хватает Чон Юн за руку, и они оба смотрят в даль, вызывая у зрителя ощутимое чувство ожидания и интриги. Премьера фильма «Ты умрешь через 6 часов» запланирована на вторую половину этого года. Объявлена дата премьеры Дорамы во время метели. Главные роли исполнили актеры У Лэ и Джан Цзин Май, а также Дай Сы, Чэн Цзин Кэ, Ван Цзин Юэ, Дун Цзин Фань, Хан Дун Ли и многие другие. Дорама рассказывает о мире бильярда и спортсменах, которые на своем пути переживают и взлеты, и падения. Лин Иян – бывший профессиональный игрок в снукер. В прошлом он поспорил с судьей в одной из партий и не смог смириться с его, как ему казалось, несправедливым решением. На эмоциях Иян объявил о завершении спортивной карьеры. Инго подающая надежды молодая спортсменка. Однажды она знакомится с Линь и Яном. В процессе общения Инго подарила ему надежду и вселила в него уверенность. Бывший опальный спортсмен принимает решение вернуться в спорт. Дорама является одной из самых ожидаемых этой зимой. Число предварительных подписок на просмотр составило 2 миллиона. Итак, премьера сериала «Во время метели» состоится 2 февраля. Продолжаются съемки исторической Дорамы «Легенда от Цзанхая». Главные роли исполняют Сяо Джань и Джан Цзэни. Недавно в сети распространили пару фотографий со съемочной площадки Дорамы. Дорама основана на романе. Джуну в юности потерял всю семью и жаждет мести. Спустя 10 лет он возвращается под вымышленным именем Цзанхай и становится советником своего врага, решая за него многие проблемы и дела. Он поднимается по служебной лестнице при императорском дворе, приближаясь к главной цели своей жизни. Несколько корейских актрис присоединятся ко второму сезону американского сериала Netflix «Рекрут». 25 января Netflix объявил, что Ким Йона, Шин До Хён и Ли Сан Хи присоединятся к ЮТО, который ранее был утвержден на роль во втором сезоне популярного сериала. «Рекрут» – это сериал в начинающем юристе Оуэне Хендриксе, который устраивается работать в ЦРУ. Юн Те О сыграет Чан Гюна, умного и целеустремленного агента национальной разведывательной службы Южной Кореи, который рискует собой, чтобы защитить людей, которые ему не безразличны. Ким Йона исполнит роль Грейс, опытного старшего офицера разведки и матери-одиночки, которая старается раскрыть деятельность ЦРУ в ее стране. Шин До Хён сыграет Ли Ю Джин, свободолюбивую молодую женщину, которая в детстве была связана с Оуэном. Ли Сан Хи сыграет жену Чан Гюна Нан Хи, страстную и преданную корейскую сотрудницу, участвующую в оказании гуманитарной помощи с хорошим чувством юмора. Журнал W Корея недавно опубликовал фотосессию Пак Сор Джуна с Шанель. В новой фотосессии для февральского номера журнала амбассадор бренда Пак Сор Джун представил знаковый мужской аромат «Шанель Бьюти Аль Лор Хоми Спорт», а также мужскую линейку продуктов «Шанель Бьюти Бойрит Шанель». На снимках актеры излучают уверенность и элегантное очарование. Гон Хё Джин, Пак Содам, Ли Джун Ив и другие могут сняться вместе в новом фильме. «Путешествие к Йон Джу» – это фильм о месте матери, которая потеряла младшую дочь. Она уезжает в Кён Джу с тремя дочерями, чтобы отомстить преступнику, убившему ее младшую дочь. По данным журналистов, Гон Хё Джин, Пак Содам и Ли Йон возьмут на себя роли трех сестер, а Ли Джун Ив сыграет их мать. Также сообщается, что Ким Йон Сон получил предложение исполнить роль мужа персонажа Гон Хё Джин. Ом Хён Кён и Со Джун Йон могут встретиться в новой дораме. Новая дорама «Храбрая Йон Су Чон» расскажет о Йон Су Чон, женщине, которая хочет стать владельцем бизнеса, и неизлечимо больном Йо Ли Джу, который считает, что Йон Су Чон – его будущая невестка. Ом Хён Кён получила предложение на роль Йон Су Чон, которая считает, что бизнес строится на завоевании людских сердец, а не на получении материальной выгоды. Если актриса примет предложение, дорама «Храбрая Йон Су Чон» станет первой работой Ом Хён Кён после рождения ребенка. По сообщениям, Со Джун Йон сыграет Йо И Джу. Предложение о съемках также получили Ли Сэн Йон, Джи Су Вон и Пак Чоль Мин. Новая дорама MBN «Наследный принц исчез» выпустила кадры актерского состава, сделанные во время чтения сценария. Действие романтической комедии разворачивается в эпоху Чосон. Сюжет рассказывает о наследном принце, которого похитила женщина, намеренная стать его женой. За создание дорамы отвечают сценаристы Ким Джи Су и Пак Чоль, работавшие над хитом «Боссам в росту судьбы». На чтении сценария присутствовали режиссер Ким Джон Ман, сценаристы и актеры Сухой Зэк Со, Хон Йе Джи, Мён Сэ Бин, Ким Джи Хон и Ким Мин Гю. Сухой продемонстрировал харизму и очарование через свои актерские навыки и передал образ наследного принца Легона, который неожиданно был похищен и оказался на распути судьбы. Хон Йе Джи погрузилась в персонаж Че Мюн Юн, дочь придворного Че Сан Рока. Девушка обладает отличными навыками езды верхом и познаниями в медицине. Мюн Сэ Бин сыграет королеву, нежную по натуре Мин Су Рён. Мин Су Рён пришлось отказаться от любви из-за своего статуса королевы. Ким Джу Хон перевоплотится в отца Че Мюн Юн, Че Сан Рока. Ким Мин Гю сыграет принца Дусона, старшего сына второй жены и короляха Джона. Премьера дорамы «Наследный принц исчез» состоится 9 марта. Настало время посоветовать вам дораму и, ой, я надеюсь, хотя бы эту я еще не советовала. Честно, уже сама запуталась в том, что успела посоветовать, что нет. Пора уже, наверное, себе список накатать. В общем, сегодня это дорама «Хайд, Джекил и я». Странная история доктора Джекила и мистера Хайда, написанная шотландским писателем Робертом Стивенсоном в 1886 году, послужила основой для сюжетной линии «Виптуна Рей Чон Хо» 2011 года и стала правной точкой для экранизации данного сериала. Дорама расскажет удивительную историю, которая происходит с цирковой актрисой Чон Хана. Героиня возвращается в Южную Корею после нескольких лет, проведенных в США со своей цирковой группой. Она идет по стопам отца и посвящает жизнь тренировкам и подготовке к выступлению, мечтая стать ведущей акробаткой программы. К сожалению, сейчас цирк-парки развлечений Wonderland не такой популярный, как раньше и находится под угрозой закрытия. Но, несмотря на это, Чон Хана намерена вернуть былую славу развлекательному отделу. Однако, генеральный директор Wonder Group Гусо Джин видит только отрицательные цифры в отчете и прибыли, и низкие продажи билетов на шоу. К тому же, накладные расходы на содержание всего этого зоопарка высоки, и, по его мнению, необходимо избавиться от неликвидного циркового коллектива. Так происходит столкновение решительное Чон Хана и упрямого Гусо Джина, к чему приведет их противостояние и сможет ли девушка отвоевать цирк в парке развлечений Wonderland. Происходит инцидент на Чон Хану. В больнице Хан Кёль пропадает некий человек в маске, пропадает, нападает, видимо, в описании язык косячий, а я ее не заметила, а ее спасителем оказывается Гусо Джин. Но, что она там делает? Дело в том, что директор Гусо Джин страдает раздвоением личности. Если он испытывает сильную физическую или эмоциональную реакцию, его пульс превышает 150 ударов в минуту, то это провоцирует появление альтер-эго Робина. Его лечащий врач профессор Кан Хи и сообщает герою, что есть лечение, которое способно вылечить этот недуг. Поэтому он отправляется на встречу с доктором Кан Хи, но настойчивая Чон Хана не отпустит его так просто и следит за ним, чтобы переубедить Гусо Джина насчет закрытия цирка. Так девушка становится свидетелем убийства профессора Кан Хи и сама оказывается в смертельной опасности, ведь преступник стоит у нее за спиной. В попытке убежать Чон Хана натыкается на Гусо Джина, но он отталкивает девушку и оставляет наедине с убийцей. Чон Хана, находясь на волоске от смерти, уже не надеется на чью-либо помощь, как вдруг появляется Робин и прыгает след за ней с крыши больницы. Героям повезло, они упали в бассейн и делали их легким успугом, тем не менее Чон Хана ничего не помнит о произошедшем. Ситуация складывается таким образом, что девушка влюбляется в обеячности Гусо Джина, но он из-за травмирующего инцидента, полученного в детстве, клянется, что никогда не будет встречаться и не женится. Чем больше Чон Хана общается с ними, тем больше понимает, что Робин нежный, заботливый и добрый, в то время как Гусо Джин холодный, безжалостный и амбициозный. К чему приведет близость Чон Ханы с многоликим мужчиной и получится ли у нее излечить его раны? Между тем они ищут таинственного убийцу и Робин берет опеку на Чон Ханой на себя. Напишите в комментариях, смотрели вы ее, не смотрели вы ее, понравилось, не понравилось. А на этом пока что все, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт, аня! 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 Аня!